Приветствую вас, друзья. Мы на стенде Zubra. На стенде Zubra инструмента не особо. Сейчас покажу, здесь вот только чуть-чуть. Zubra решил не привозить инструмент. Зачем привозить туда-сюда, но так хорошо продается. То есть по факту здесь несколько позиций представлены и все. На самом деле у Zubra, как вы знаете, номенклатура очень большая. Общий ассортимент нас считывает около 20 тысяч, кажется. Да, 20 тысяч наименования. Итак, сегодня у нас будет не просто видео. Вячеслав, самый главный по сервису, по электроинструменту. То есть самый такой сейчас главный щепетильный вопрос. То, что в запчасти, проблемы и так далее. То есть сотрудники компании, сотрудники компании на очень высоком уровне это все знают. Когда стоит ожидать? Ну, вы всегда задаете крайне неудобные вопросы, жесткие. Ну, вы работаете. Наша задача, как бы, да, отвечать за это перед нашими потребителями. Да, наблюдаются некие проблемы с поставкой запасных частей, но объективно на рынке они сейчас существуют у всех. Но мы ожидаем в ближайшие месяцы больших поступлений и ликвидации проблемы практически по всем позициям. Вот. В том числе, как бы, эта проблема, она связана с тем, что мы достаточно интенсивно вводили новые позиции по новым модельным рядам. Вот. И не всегда удавалось обеспечивать наличие запчастей на должном уровне. У нас по стране 14 региональных складов запасных частей, помимо московского. Вот. И мы стараемся быть ближе к потребителю. В том числе работаем через наших агрегаторов. Это Дядька, крупный супермаркет запасных частей, Мотор Парк и другие. Сейчас уже пошла реклама моих конкурентов. Ну, это можно вырезать. Да, ну, а не, я не вырезать не буду. Нормальный, кстати, интернет-магазин, но это больше как для оптовых. Друзья, смотрите, как только у Зубра вообще ставит все офигенно. Вот. Я опять с ними подпишу авторизацию. Авторизацию? Да, 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 да. Мы записываем. Можете пару слов о Зубре сказать, если хотите. Что, Зубр лучше всех. Марка номер один. Прекрасный тост. А какой вы организации? Спасибо, Валя. А какая это организация? Это наш человек. Я так и понял. По вопросам. Тут немножко вопросов накидали подписчики. Где и на каком заводе изготавливается продукция Зубр? В связи с тем, что продукция номенкулатуры Зубра, это касается многих групп и ассортимент очень большой, порядка 20 тысяч номинований. Мы просто не в состоянии построить такой огромный завод, который бы производил все на свете. Но это было бы неправильно. Мы используем часто, но не всегда, мы используем стороннее производство. Это наиболее компетентные заводы, которые изготавливают инструмент по нашим техническим спецификациям, которые, в свою очередь, разрабатываются в нашем инженерном центре. То есть, если вам интересно, вы можете, когда купили инструмент, в паспорте полистать, и там в конце обычно все пишут в завод, на котором изготовлен данный инструмент. Сейчас практически все производится в Китае. Практически все. Почему у компании Зубр нет своего завода? Ну, это уже ответил, да? Потому что, как бы... Ну, потому что это просто технически невыгодно на сегодняшний день. То есть, есть центр мирового производства, мы участвуем на ведущих заводах, где производятся все ведущие бренды. Makita, Bosch, Metabo тоже имеют производство в Китае. Соответственно, наши... У них свои там заводы. У них свои заводы? Нет, у них... Да, не все заводы им принадлежат. Часть продукции они все-таки изготавливают по им. Практически, что инструмент Зубр сделан в Китае. Да, инструмент Калибр тоже сделан в Китае. И все оно сделано в Китае. В России только производят фиолет, там несколько позиций, лепса. И все как-то. Остальное все Китай. Не важно, что там написано. Даже несмотря на то, что Интерскол пишет, сделано в России, еще фактически не сделано. Но они собираются это сделать. Пять лет гарантии точно работает. Пять лет гарантии точно работает. Многие не верят, но это легко почем проверить, зайдя на наш сайт zubr.ru. Пользуясь случаем, поскольку у Евгения большое количество подписчиков, его смотрит вся страна. Нужен телефончик или почту, как служба поддержки, что если человек сейчас смотрит, и его чем-то обидели с гарантией, либо обиду держит на Zubr, чтобы он мог написать, обратиться, чтобы в это обращение... Все непременно. На сайте Zubr есть обратная связь. Вы можете написать письмо. Его прочитаю лично я или мои помощники. И мы, безусловно, ответим на все 100% вопросов, которые у вас возникают. И по поводу пятилетней гарантии, это легко проверить. Вы можете прямо сейчас зайти на сайт и зарегистрировать пятилетнюю гарантию. И вам в ней не откажут. Я уже объяснял, почему так все сейчас... Если вам откажут в пятилетней гарантии, можете пожаловаться Евгению. А он уже, соответственно, не оставит этот вопрос без... Нет, просто лучше напишите, да. Или мне можете написать. По поводу новинок, то, я думаю, там они представлены. Чуть позже подойдем сейчас. Мы пока это допустим вопрос. Стандарт 18. Аккумуляторная система для домашнего применения. Это привычный нам аккумуляторный инструмент для строительных работ, а также высокоэффективный садовый инструмент. Часто возникают вопросы по поводу совместимости садовой серии. Но это лучше показать, наверное. Ну, это сейчас давайте по вопросам закончим, чтобы оператора не дергать. И потом сразу пойдем. Так, пом-35, отрезная пила. Да, абсолютно новиночка вышла, да? Новиночки, да. Но ее здесь нету. Можно попробовать, если только на сайте. Я, честно говоря, она не знаю, есть там визуально. Да, я уже показывал. Можно, кстати, на сайте. Насколько диска этого хватит, который там рыбой стоит? Пока тесты не проводились, но мы передадим вам. Я, кстати, диск искал, у вас кажется, я не нашел ее диска. Диск сейчас находится в пути на эту пилу. То есть диски будет. Да, мы предоставим вам и на тесты. Вы прямо протестите. Сейчас уже тут гонки. Кто быстрее? Либо Коля, либо я. Но мы с Коля доварились. Если как бы у меня что-то планы есть, я туда не лезу. И поэтому она может быть у меня будет, а может быть у Коли. Да. Достойно вертикальное сверлильное станки. То есть новинка, которая у вас типа подбожка сделана. Похоже, только стоит он в три раза дешевле. Да, мы старались. Да, возможно, как бы было видео на ютубе, где наш станок успешно спалили. Но, в общем, была такая задача этот станок спалить. При этом, в принципе, он успешно выполняет свои задачи, если как бы не ставить задачу его спалить, а им пользоваться. Но, соответственно, цена у нас примерно в два-три раза дешевле, чем у ближайших конкурентов. Три, кажется. Да. И плюс на этот станок идет пятилетняя гарантия. Так что можете без всяких сомнений приобретать гарантию. Мы обеспечим. Подходит ли аккумулятор от профессиональной системы 20V Max для садового инструмента? В настоящий момент аккумуляторы профессиональной системы синий, так называемой синей системы 20V Max, не подходят. Вот, потому что садовый инструмент у нас не профессиональный, а для домашнего пользования. Но пользователи постоянно обращаются с этим вопросом, потому что часть из них имеют инструмент садовый, а рабочий инструмент имеют профессиональный синий. И, соответственно, мы в ближайшую разработку включили разработку переходника под стандартный аккумулятор. Это не проще было под всю линейку сделать один стандартный аккумулятор изначально. К сожалению, разного качества батареи и разные контроллеры. То есть инструмент профи будет требовать больше токовой отдачи. Вот, как я вам говорил, Алиэкспресс. Почему там дешево? Есть дешевый аккумулятор, есть здоровый аккумулятор. Внешне-то выглядит одинаково, но внутри аккумуляторы существенно отличаются. Впрочем, как и аккумуляторы для автомобилей, тоже стоят разных денег, имеют разные качества. Вы реально думаете, что синий зубер профессиональный инструмент, как больше льва кита? Ну, на сегодняшний день есть многие позиции, которые соответствуют этому уровню качества, но не все. Мы слышим критику от наших пользователей, от промышленных потребителей и работаем над этим. У нас есть чудесная линейка штраборезов, которая соответствует своим заявленным характеристикам. Неплохая аккумуляторная серия. Да, она, безусловно, может быть, не дотягивает до максимальных характеристик ведущих брендов. Но у ведущих брендов тоже есть позиции посильнее, послабее для интенсивной работы, для менее интенсивной работы. И вот наша линейка, она более доступна по цене и приближается к среднему уровню. Да, тут дело в среднем уровне. Потому что если сейчас зубер успел заказать, что вы понимали, в Китае можно заказать инструмент уровня Bosch. Но стоит он будет намного дороже. Вы его просто покупать не будете. У меня тогда вопрос к вашим подписчикам. Пусть они ответят в комментариях, согласны ли они покупать инструмент качества, 100% соответствующего качеству Makita или Bosch, по цене, близкой к цене Makita. То есть, допустим, если цена Makita будет, ну, цена зубра, который будет полный аналог Makita или Bosch, на уровне 90% от цены Makita. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам будет интересно получить от вас обратную связь. Каков уровень инструмента красной серии? Ну, красную серию мы позиционируем примерно как зеленую серию Bosch. То есть, это инструмент для домашнего мастера, для домашнего потребителя. Стараемся его делать максимально функциональным. Но, естественно, мы не рекомендуем его для промышленных потребителей, для строительных компаний. Потому что все-таки он немножко попроще, чем синяя серия. Вот. Но строители, конечно, несмотря на наши предупреждения, используют и красный инструмент в своей работе. Тут мы никак на это повлиять не можем. То есть, профессиональный идет, это синий, да? Синий, да. То есть, это линейка. То есть, за синий мы готовы отвечать перед строителями. Линейка будет развиваться, да? Да. И есть уже новинки. Пошли эти новинки посмотрим. Начнем с красных новинок. Гайкавер. Та новинка этого года? Нет, это уже существующая модель, а мы ее перезапустили, доработали платы, чтобы она более устойчиво работала. У нас щеточная. Щеточная модель, да. Счетная ньютонов. Четыреста. Четыреста. Четыреста ньютонов, да. Без щеточной бы легче бы весил. Ну, все-таки это как бытовая серия. Поэтому мы стараемся сделать максимальные цены. Этого года новинки. Значит, у нас вот есть свежий перфоратор P28 на диаметр Bura 28 и киловаттной мощностью, компактный. Вот. С хорошей эргономикой. Вот. Надежный. Антивибрационной ручки нет, да? Антивибрационной ручки нет. Да. Ну, мы старались сделать максимально доступной цену и конструкция, конечно, несколько упрощена. Вот. Из новинок у нас чудесная новая компактная угло-шифовальная машина. То есть, несмотря на маленькие размеры, мощность угло-шифовальной машины 1100 ватт реальных. Плюс у нее есть регулировка оборотов. Вот. Рекомендуем очень удобно. Тот самый высокотехнологичный двигатель с новой сталью, с новыми высокотемпературными обмотками. Вот. Будем... Два стакана песка выдержит, да? Надо попробовать. Должно выдерживать, хотя особой пылезащиты там нет. Вот это что за новинка? Это новинка. Это, да, аксессуары для посещения спортивных сооружений. И аплодирование зубов. А сабля тоже... А сабля у нас, да, существовала. Здесь мы представили, собственно говоря, всю аккумуляторную серию. И, соответственно, эта серия, она подходит... Эти батарейки подходят к садовому инструменту. Здесь уже система 2 по 18 вольт. Просто иначе 18-вольтовая как бы слабенькая для косилки. Да. У нас возникли некие проблемы со звуком, поэтому я буду вот с этим вот. Вот с этой штукой ходить. Так, синий зубер. Тоже есть сабелька аккумуляторная. Также есть фрезеры. Также есть сварка, да, синий или нет? Нет. Ну, сварки синий есть, но есть аппараты, которые имеют более продолжительное время работы. ППН, там, порядка 80% здесь они не представлены. А из новинок у нас вот есть... Подошла 12-вольтовая серия. Здесь из отличий, значит, внутри стоит любимый такмакитой двигатель Мабучи. Вот. Вот, с хорошим крутящим моментом и высокой перегрузочной способностью. Вот. И кроме того, вот как раз новинка этого года, это 4-комперная аккумуляторная батарея. Для этого инструмента позволяет работать очень долго. А будет развивать 12-вольтовую? Да. То есть, вот мини-болгарка же появилась, а ее здесь нет, да? Да. Аккумуляторная шлемка, которая, в принципе, уже... И стоит довольно-таки анекдотно, да? Она была в обзорах. У меня не было. То уже как-то... Да, Коля сделал, я думаю, достаточно. Да, и, соответственно, теперь она есть с 4-комперным аккумулятором. Соответственно, это обеспечивает более... А отдельно сколько аккумулятор стоит 4-комперный? Аккумулятор пока нет в наличии, они появятся... 4-комперный отдельно, они появятся в феврале месяце в наличии. Ну, цена будет премьерной. Друзья, на сайте у меня есть практически вся линейка Zubra. Ссылка будет внизу в описании под видео. Вы сможете зайти и посмотреть. На новинки, как правило, мы проводим акции. Ограниченную серию, можно сказать, как Zubra упрашивали, чтобы разрешил нам ниже рекомендованной розничной цене, цены продать. И, как бы, иногда это действует. То есть люди вырывают свою первую новинку. Следите за телеграм-каналом Евгения. Мы обязательно там будем разыгрывать и новые мощные аккумуляторы, и... Нет, это на ютубе будет, в телеграме я просто не знаю, как разыгрывать. Это можно на ютубе разыгрывать. Можно в телеграме. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Пока.